У нас маленький чайник, у нас чайник мощность не тянет. Холодильник периодически отключается, то есть он вообще не работал в те выходные. И поэтому люди-то жалуются, и у всех так, у соседей так же. У некоторых в садоводстве флорой вовсе холодильники сгорают из-за скачков напряжения, рассказывают люди. Виновников энергоперебоев видно невооруженным взглядом. Столбы местами сгнившие, все перемотаны. По словам местных, еще и часть проводов из них вытащил кто-то. Металл нынче в цене, в отличие от жизни людей, возмущаются садоводы. А вообще у нас столбы падают. Осенью были случаи, когда упало в районе двух-трех столбов по улицам. Благо, что люди уже разъехались, дачный сезон закончился, и в этот момент уже не было никого. Столбы отнюдь не единственная проблема садоводства. Другие – вода с большим содержанием металла из-за старых труб, дороги в ямах. Жители даже сами скидывались деньгами и засыпали их. К председателю садоводства, по профессии электрику, люди боятся обращаться. По их словам, одним он воду обрубил с помощью вварного болта из гона, другим провода подрезал. С 7 мая мне в начале водопровод с электричеством обрезал. А потом, когда мне сосед накинул провода, просто воздушку, как говорится, еще раз. Притом поздно ночью приехал, там с группой товарищей, залез, откусил, все, как говорится, нарушил всю эту мою магистраль. При этом, подчеркивают люди, председатель уже должен был уйти в отставку, ведь срок закончился. Новых выборов не было, да и провести их пока нереально. Организацию собраний он не поддерживает, потому кворум и подавно набраться не может. В течение проведения собрания Скулов Михаил Иванович, председатель, всегда озвучивал количество членов СНТ в устной форме, не предоставляя официальный реестр СНТ. Таким образом, кворум мы не могли сосчитать, и кворум всегда делался однолично председателем. Он всегда говорил, кворум нет, кворума нет. Общаться со СМИ председатель не пожелал, сразу же бросил трубку. Вне прокуратуры района в деятельности СНТ «Флора» выявились нарушения, выразившиеся в несоответствии устава требованиям закона номер 217 федерального закона, не проведение ревизионной комиссии проверок финансово-хозяйственной деятельности, осуществление деятельности ревизионной комиссии в неполном составе, не проведение общих собраний членов СНТ «Флора» после 01.06.2019. Прокуратура Барнаула уже не раз выносила представление об устранении нарушений, но ничего не меняется. И люди намерены уже коллективно обращаться и в надзорные органы, и собирают подписи под петицией с требованием обеспечить садоводство стабильной электроэнергией и новыми ЛЭП-опорами. Иначе, по словам дачников, беда неминуема. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.